Ну-ка, как бы этого сейчас завалят. Парня, нет, всё в порядке. Да ладно, сколько вас тут? Капец какой-то, смотрите. Я вас приветствую на канале Степан Холера, мы продолжаем играть Planet Base. И наша база процветает, смотрите. Много всего настроено, у нас есть огромный, просто огромный вот такой вот теплица, да, такая вот огромная. Гидропонная ферма, очень большая. Только что прибыли несколько биологов. И, в общем-то, мы ждём с вами, когда же можно будет докупить... Так, где тут? Когда нужно будет, вернее, можно будет докупить вот эти вот технологии. Последние. Модифицированные помидоры, модифицированный лук. И на ультра-гидропонную ферму, патент. Вот, в общем-то, и всё. У нас есть защита, у нас есть аккумуляторы, есть солнечные панели. Ветра, как вы знаете, на этой планете никогда не существовало. И, наверное, долго ещё не будет. Пока не появятся какие-то технологии, которые позволят делать атмосферу. Как помните, в фильме «Чужой», да, было там такое? Повылазят какие-нибудь там из пещер. Кто его знает, кто. Ну, в общем-то, сейчас продолжаем жить, работать. У нас здесь много роботов. Я думаю, что роботы ещё нужны будут для того, чтобы побольше производить в шахтах. Добывать, вернее, металлой шахт. Да, вот вы видите, что некоторые работники у нас всё-таки работают ещё. Ходят на работу. Вместо того, чтобы отдыхать и радоваться жизни. А здесь вот вообще... То бишь, два работника и... Всё, в каждой шахте. И один из них это человек. Нехорошо это, короче говоря. Так, кто это у нас прибыли? Работник и биолог. Пришёл. Так, хорошо. Значит, нам сейчас с вами нужны роботы. Давайте продолжаем работать с роботами. Посмотрим, что мы тут делаем. Мы тут делаем... Это кто такой? Это у нас строитель. Это почему-то перевозчик. И здесь вот у нас бурильщик. Нужно два бурильщика. Давайте вот так сделаем. 34 робота. Вообще 90 человек база. Вот. И если мы посмотрим с вами сюда, то, в общем-то, смотрите. Всего хватает. Воды много. Кислорода достаточно. И энергии тоже, в общем-то, нормально. Неплохо. Но это, знаете, это сейчас хватает, а потом буквально через каких-то там два часа уже всего не хватает. Поэтому лучше достраивать. Всего побольше. Так, гости к нам прибывают постоянно. Это, это здорово. Это хорошо. Вот так. Странно. Нет, она сюда не заходится, да? То есть, ну я первый раз строю. Как-то вообще, как-то она такая странная структура. Это, мягко говоря. В общем-то, будут проходить и сюда, и туда. Ладно, пускай стоит. Фиг с ней. Что называется. Фиг с ней. Самое главное сейчас металла. Металла побольше получить. Так, у нас металл производится вот здесь. Это когда работники не спят, да? То тогда он у нас производится, да? Частично. Частично это все производится. А вот пластик у нас стоит. Ничего не делается. Так, еще кто-то прибыл. Где? Где наши вновь прибывшие? Вот они. Болезные. Нужно же отслеживать, где тут. Кто прилетает. Потому что на охранников особо, это, особо нельзя надеяться. Они то приходят, то уходят. Смотрите, да? То сидит он, то нет его на месте. Оружия нет. Вообще, как-то странно. Ничего нет у нас с вами. Где все? Вот тут вот только что было. Много еды, много всего. Нет ничего. Еще прибыли колонисты. 96 человек. До сотни мы с вами догоняем. И потом немножко отдыхаем. С колонистами. Потом нужно будет уже конкретно разобраться, кто... Кто, что, за что отвечает. Чтобы у нас действительно всего хватало. 10 металла, 19, 18, 11, 5, 0 пистолетов. Помню, как-то в этом... Тупой еще тупее фильм был. И там такая фраза, которая мне понравилась. Тебе дали пистолет? Нет. А тебе? И мне не дали. И здесь точно так, да. Приходит охраняя, говорит. А где пистолеты? Слушайте. Я что, с вилкой должен защищаться? Или как? Метеорит повредил соединение. Вот это? Ничего. Самое главное, не попал вот в аккумулятор. Тут вообще у нас какие-то мелкие стоят. По сравнению с очень большим, это мелкотня. Но, к сожалению, они сюда не станут. Ну, никак. Я уже пробовал. Места там практически нету. Ожидаем, когда сюда... Доставят ресурсы все необходимые. Да, так вот. Давайте посмотрим поближе. Эти приехали, да? Смотрите. Гости спят. Отдыхают. Пластик делаем? Делаем. Пластик делаем? Делаем. А почему здесь у нас как-то вяло идет работа? Может, какой-нибудь из этих отключить? Чтобы понапрасну, да? Давайте мы отключим. Чтобы работники не распылялись. Чтобы больше работали. Пластика-то, в общем-то, хватает. А вот с металлом... Такой небольшой напряг. Пускай работают. Так, а здесь у нас что? Поближе посмотрим на нашу мясную, супер мясную ферму. Слышите, как мычат и квокчат кусочки мяса? Скоро мы с вами все такое будем кушать. Еще радоваться будем. Помяните мое слово. Так, что... Что торгаш привез? Ес! Ес! Генетически модифицированные помидоры. Так, хорошо. Берем. 55 комиссий. Ладно. Это все мелочи. Мы можем даже за деньги с вами. Да, потому что мясо тут... Да, наверное, будем деньгами отдавать. Заработали. Можем себе позволить. Так, хорошо. И сразу же давайте эти самые генетические модифицированные помидорчики. Давайте мы их сразу же и оприходуем. Сразу же поставим. Да, построим. Что ты? Что ты такой какой-то хмурной пошел? Может водички им побольше поставить, а? Где наша тепличка? Вот она. Ну, движняк, я вам скажу. Тут просто движняк невероятный. 96. Интересно, кто еще прибыл? Инженер и работник. Так. Помидорки. Помидорки генетически модифицированные. Так, хорошо. Это кто прибыл? Ну ладно, корабль с колонистами. 98 человек. И все. Пока что колонистов мы с вами прекращаем принимать. Прибыли два инженера. Сотня достигнут. Отлично. У нас с вами следующий Майлстоун. Так называемый. Который позволит открыть последнюю планету. В вашей колонии проживает 100 колонистов. Прекрасно. Так. Окей. Хорошо. Давайте пока что мы колонистов, как я и говорил, пока не будем принимать. Гости и торговцы пускай приходят. Тут у нас 48. Да, пока что с кислородом. Вот вы видите, да? Выровнялись. То есть у нас 100 человек. И теперь вот продукция выровнялась. То резко шла вверх. Всего было много. А теперь вот как-то так. Не очень-то много. 3-7. Один пистолет произвели. Хорошо. Эти хотят спать. Много хотят спать. То есть нужно больше кровати, да, получается? Тоже где-то рядом. Бухнул. А здесь все заняты. Дальше. У нас где-то был... Вот он у нас. Это не все заняты. И, кстати, после того, после обновления, теперь могут спать все, кто хотят. Помните, раньше это были личные кровати. Они пустовали. Теперь вот могут сюда приходить и спать. Это, по-моему, это правильно было сделано. Центр переработки. Вот здесь вот мы будем строить еще станки для того, чтобы больше было металла. Центр работотехники и металл, металл, металл. По идее... Нам бы еще работников. Чем работники вообще занимаются? Я не могу понять. Вот здесь вот роботы не работают. Все имеются в виду. Тут тоже два робота всего. Да что ж такое, а? И здесь. Ну, здесь три. То есть не хватает все-таки роботов. Роботов мало. Для того, чтобы роботы были, скорее всего, не хватает электронных компонентов или чего. Металла не хватает. Весь металл уходит туда. Все. Давай-ка, бурильщиков. Самое главное потом не забыть, иначе у нас бурильщиков будет как собак нерезаных. Торговый корабль. Ну-ка. Ну, прилетел, в общем-то, доктор. Да? Доктор Айболит. Прибыл. Продать ему нечего. Нечего, может, лекарств ему толкнуть. Так у него и так их... К сожалению, давайте откажемся от такой щедрого такого предложения. И посмотрим, как у нас робот строит пирамиду. Никому не нужную. После того, как наша база опустеет, отсюда все улетят. Пирамида останется. И через тысячи, десятки тысяч лет сюда будут прилетать. Пришельцы какие-нибудь. Когда вообще все человечество вымет. Или наоборот, улетит в другую галактику. Например, да? Останется одна пирамида. И все будут удивляться. А, это что ж такое, а? Зачем это было построено? А построили просто потому, что могли. Могли и построили. Вот так. Так, наверное, оно и будет. Ну вот, построена пирамида. Прекрасно. Прекрасное такое вот сооружение, в котором отражается планета. Вот осталось все. Соединили. Засветилось. Заработало. Красота. Просто красота. Даже лазер работает иногда. Так, окей, окей. Это. Что у нас тут? Помидорчики, может, заменим? Давайте мы заменим их. Так, сейчас. 93. Сейчас у нас пройдет... Пройдет время. Вот, и перестроим сразу же. Давай. Это нет, не надо сносить. Что-то, в самом деле. А, давайте сразу же модифицированную сюда поставим. Такой разнобой. Ну, пускай. О, смотрите. Стрельба. Охранники. Торженец. Торженцы были убиты. Ну, все. Трое было вторженцев. Все... Всех убили. То есть, охранники наши сработали. Молодцы. Смотрите, их тут набежало везде. Еще один где-то. Ну-ка. Как бы этого сейчас завалят. Парня, нет? Все в порядке. Да ладно, сколько вас тут? Капец какой-то. Смотрите. Это я что-то пропустил, по-моему, интересное. Прилетело, наверное, ну, человек шесть или сколько? Как минимум шесть было. Вот вам и медикаменты. Вот вам и лечение. Вот они все наши. Лечатся. Защитники наши. Без них было бы плохо. Было бы значительно больше жертв. Едва идет. Руки опустил. Да, я думаю. Хоть на нем и бронежилет, но все же. Да, четверо пострадавших. Лекарей у нас много. Медикаментов много. Как хорошо, когда всего много. Смотрите. Работают. Медики, не покладай рук. Так, окей. База. Какая база, а? Большущая уже. И почти все есть в нашей базе. Вот. Ну, осталось только теперь построить вот эту вот штуку. Монолит. Но для него нужно действительно много. Эпичный и совершенно бессмысленный символ достижений. Точно так же, как и вот эта вот пирамида. Она не такая эпичная, но совершенно бессмысленная. Тут я полностью с вами согласен. Если еще указатель как-то можно, знаете, оправдать. Ну, хоть как-то. Потому что... Те, кто сюда летят, они знают, куда летят. Зачем им этот указатель? То пирамида и та штука совершенно бессмысленны, да. Вот. Но накопим. Мы обязательно с вами накопим ресурсов. Его также сделаем. И поэтому... И это будет уже, пожалуй, последний этап строительства нашей базы. Вот. И мы перейдем с вами к последнему этапу на последнюю планету. Где грозы, где просто дикие ураганы. Где ветер такой, что крыши сносит. Где метеориты, солнечные вспышки. Короче говоря, планета, которая действительно... Заставит... Повыживать. Действительно, это будет настоящая у нас планетная такая вот выживалка. Гостевой корабль. Ну-ка, что опять? Не, все нормально. А вот что ты, родной? Ты чего прилетел? Гость. Странный какой-то гость. Ну ладно, этот пить хочет. А этот, что хочет? Ты чего прилетел вообще, а? Направляется в дуб. Это, знаете, врезать дуба, я понимаю. Но направляется в дуб. То есть, приехал умереть, что ли? Сыграть в ящик? Врезать дуба? У него ничего нету. То есть, ему ничего не нужно. Наверное, просто соскучился по листикам. Вот он прилетел и говорит, как хорошо, что есть хоть где-то эта зелень. А, смотрите. Видите? Все. Посмотрел, порадовался, свалил. Ну, если он за это платит 10 монет, так я не бродил. В общем-то. Торгаш. Ну-ка, последнюю. Ну, пожалуйста. Нет? Нет. Ну, правда, у нас и денег не очень-то много, да? 15, 120. Пока что торговать нечем. Так, ну, я вижу, что не хватает нам ни пластика, не хватает ни этого, не хватает. Ни металла. Хоть они тут все работают буквально, смотрите. Помните, мы говорили о том, что там будет полностью, переработка полностью сосредоточена на металле. А вот здесь вот будет полностью на пластике и плюс еще, возможно, будет комбинированный какой-то из этих. Вот тут где-то, да? Вот этот центр переработки. Ну, давайте, давайте здесь строить. Еще металла поставим. Так, плавильня. Как минимум, две стойки нам нужно поставить. И то это минимум пока что. Но работников посмотрим, как они будут справляться. И после этого... Так, а вот тут, в общем-то, пластик сюда сносится, да? Пластик туда сносится. Оно-то, с одной стороны, хорошо, конечно же. Что не нужно далеко тягать. Я так думаю, что... Я вот две оставлю в стойке. Давайте мы ее запустим, а две уберем мы с вами. И вместо них тоже построим... Металл. Еще две плавильни. Так, хорошо. Хорошо, хорошо производится тут у нас. Металл расходуется на этих станках, естественно. И металл, и пластик, и везде он, этот пластик, расходуется. Плавильня построена. Только хотел сказать, что наконец-то начали сюда приходить и заниматься. Нет. Игнорируют физкультуру и спорт. Ну, как сказать, не очень-то, да? Что-то у него там не все в порядке. Я думал, что у него все под 100 будут, знаете, эти показатели. На базе-то отдохнул. Сколько человек? 100 человек пообщался. Посмотрел на дуб. Выспался. Покушал мясца такого, знаете, хорошего, настоящего. И... Свалил. Но нет. Так, ладно, хорошо. Друзья, мы продолжим с вами в следующей части. Достроим все-таки тут монолитно, собираем на него ресурсов. И перейдем на последнюю планету. Я на этом с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!